Ну что, ребята, подошли к очередному стенду, мы здесь даже сантиметра не прошли, а здесь очень интересная, между прочим, игра, на мой взгляд. Ну, вначале давайте представим, меня Константин зовут, это канал Игра Обзоров, там наши зрители. Меня зовут Андрей. Очень приятно. Я руководитель Лапович Тим, и я расскажу вам о своем проекте Капитал. Это, насколько я прочитал, уже это экономический симулятор, который при этом еще является и песочницей. Да. Я все правильно понял, да? Вот, расскажи, пожалуйста, немножко поподробнее. Я смотрю, стилистика у игры очень оригинальная, и мне очень она безумно нравится. Вот, в какой эпохе происходит вообще действие, и что нам предлагается делать? Капитал — это экономическая стратегия песочницы о классовой борьбе. Действие происходит в начале 20 века в европейском государстве, по которому прокатилась война, город в разрухе, жители несчастные, и вот игрок — это кризис-менеджер, который должен срочно взять бразды управления в свои руки и разрулить ситуацию. В городе у него живут три класса — работяги, буржуи и дворяне, которые находятся в жестком конфликте друг с другом. Буржуи хотят, чтобы зарплата была низкая, а работяги, чтобы высокой. Вот, и игрок должен быть в процессе игры не только им отстроить инфраструктуру, но и решить классовый вопрос все-таки. Потому что, как это и было в начале 20 века в Европе, по-старому жить уже нельзя, верхи не хотят, низы не могут там или наоборот. По-новому еще не умеют. Да, и вот эта ситуация должна разрешиться, классовая система должна отмереть, но в какую сторону пойдет развитие, решает игрок. Он сможет опереться на рабочих, чтобы построить социализм, на буржуазию, чтобы построить капитализм, или на дворян и построить абсолютизм. Дворяне тогда его сберут новым царем. А мне интересно, вот в песочницах и в больших глобальных симуляторах нам частенько не ставят возможности получить какой-то единый хэппиент, где все три фракции между собой, ну, вдруг как-то подружились. В этой игре этого тоже нету. Ну, невозможно примирить непримиримое. Вот как можно буржуя и капиталиста Махрова убедить делиться прибылью с рабочими и с дворянами? Дворян, потому что он вообще считает, что они в выскочке, по праву рождения. Он-то все своими руками делал. Так что кому-то придется все-таки с кем-то поделиться. Я понял. Хорошо, а мне интересно. Ну, вот мы отстроили инфраструктуру, заняли какой-то, ну, один из классов, начали поддерживать. Как, ну, допустим, два остальных класса? То есть один класс у нас становится 100% враждующим с нами, а второй более-менее нейтральный? Или оба класса сразу против нас, как только мы выбираем кого-то? Зависит от того, насколько вы жестко строите свою систему. Вы можете стараться поддерживать один и задавить два класса, или вы можете стараться как-нибудь пройти посередине, не поддерживать никого ярко выраженно. Но в любом случае для того, чтобы достичь финальной цели и сменить общественную модель, нужно будет выбрать. Единственное, что в какой момент игрок сделает этот выбор, зависит от него самого. В этом, как бы, особенность песочницы. Что здесь нет жестких рамок, что мы вот игрока запихиваем в какой-то формат деятельности. Игрок сам решает, когда и кого он поддерживает. Причем в процессе игры он может еще поменять свою точку зрения и все переиграть. Я понял. Мне интересно, многие игры, которые поднимают, ну, достаточно серьезную тему, то есть перестройки классов, перестройки порядка в социальном строе, вот, они поднимают достаточно серьезные и большие жестокие темы. То есть ущемление, гнобление, подавление протестов. Поднимаются ли здесь эти темы? Конечно. В общем-то, правитая наша игра. Это игра про кризис, про власть и про ответственность власти перед народом. Если игрок будет слишком плохо себя вести, то народ может его свергнуть, и тогда он проиграет. Так что нужно всегда следить и не переходить некоторую грань, за которой игра окажет поражение. А кому вообще пришла идея в голову создать именно вот такой вот симулятор, капитал? То есть, ну, потому что идея, на самом деле, на мой взгляд, когда вы мне про нее рассказали, у меня создает впечатление, что она была где-то на поверхности, и где-то, может, даже есть похожий проект, но я его не встречал. Значит, получается, нету, и вы первый, кто до этого догадались. Ну, надеюсь, что так и есть. Я придумал эту идею, и было это так, что мой друг, инди-разработчик, тоже выпустил экономическую стратегию на стиме, и она достаточно хорошо пошла. Я просто сидел и завидовал ему, думал, вот человек сделал настоящую игру вообще такую интересную. И полез сразу читать отзывы плохие, ну, чтобы как бы прочитать, что в игре не так, и успокоиться как бы психологически. И вот прочитал отзыв, что в игре типа полно еды на складах, а люди умирают от голода. Я подумал, да, это, конечно, бесит, когда в игре так. Но если посмотреть с точки зрения реальной жизни, то такое сплошь и рядом. Магазины ломятся от продуктов, а люди еле сводят с концы с концами. То есть совершенно обычная ситуация для жизни. И тут я придумал, что если это дело все перевернуть в игре и сделать экономическую стратегию, где воспроизвести реальное положение в обществе, где есть богатые, бедные, и они находятся в противоречии друг с другом, то получится очень интересная игра. И вот мы реализовали эту задумку, сейчас у нас прохотип, мы ищем издателя, ищем инвестора, для того, чтобы сделать из него настоящий блокбастер круче, чем фростпанк. Вот, да, кстати, ассоциации, которые навевает игра именно по тематике, это фростпанк. Но мне очень нравится оригинальный визуальный стиль, который здесь есть. У фростпанка он тоже был, но там совсем по-другому все выглядит. Почему вы решили остановиться именно вот на такой вот стилистике? Она как будто нарисована как картина. Если сделать какой-нибудь стоп-кадр, я уверен, что это можно и на скринсейф себе повесить на самом деле. Да, это заслуга нашего художника Андрея. Он этот стиль придумал, нарисовал, и нас всех просто поразило вообще этой задумкой. Есть у него такой элемент скетчевости. Да, да, да. И да, тут можно будет приблизить камеру и рассмотреть все в деталях. Это вот его творческая находка. Я понял. А мне интересно, вы собираетесь распространяться в Steam? Обязательно, да. Мы хотим игру эту распространять на максимально широкую аудиторию. Планируем выпускать ее на всех возможных платформах, до которых дотянемся. Ну, в первую очередь Steam, потом консоли. Ну и дальше, почему не пойти на мобайл? Ну, на мобайле на самом деле тоже достаточно интересно будет смотреться, на мой взгляд. А если вы планируете пойти в Steam, у вас есть какие-нибудь даты, когда вы планируете войти в ранний доступ, либо еще как-нибудь получить аккредитацию от непосредственно платформы начать размещение? Ну, аккредитацию можно получить в любой момент. Но наш план такой, что мы хотим потратить еще год на то, чтобы реализовать вот то, о чем я рассказал, чтобы это было классно и интересно, так же классно, как это звучит. Ну, а там посмотрим. Ну, просто многие проекты в раннем доступе выходят, и они имеют только Core геймплей. И то, что я вот здесь вот вижу, то есть, на мой взгляд, это бы на ранний доступ очень даже круто потянуло, и, возможно, вам бы еще больше денег бы дали. Черт возьми, а? Да, хорошо, что прототип такую иллюзию создает, но здесь реализован только фундамент. Базовый слой геймплея строительный, который, в принципе, действительно похож на Frostpunk. А мы не хотим быть просто клоном, и у нас еще там три или четыре слоя геймплея планируется. Это подавление беспорядков, там, построение своей властной группировки, принятие законов. И на все это нужно время, и мы все это хотим показать еще с раннего доступа, чтобы игроки понимали, что это не просто какая-то там поделка и просто попытка вот тематику Frostpunk обыграть, а что это действительно необычная игра. Я понял. А большая команда трудится над проектом? Три человека. Три человека. Более чем достаточно, как оказалось. Вот за два месяца мы сделали этот прототип, и мы не собираемся останавливаться. Ну, я надеюсь, что у вас все получится. Выглядит очень интересно. Я люблю экономические симуляторы и глобальные стратегии. Я не один раз обманывался об этом на своем канале. И в такой стилистике я бы, если честно, с удовольствием проект глянул. Андрей, огромное спасибо за интервью. И тебе спасибо тоже. Не ожидал, что я, если честно, здесь увижу что-нибудь на ПК. И очень рад, что на ПК наконец-то проект хотя бы один у нас точно в интервью будет. Вот. Ну, а, ребят, мы будем двигаться дальше. Вот. Надеюсь, вы там где-то за кадром поаплодировали Андрею, потому что проект смотрится очень круто. Подержите его, как только он выйдет, Стив. А мы полетим.